В имя Отца и Сына Святого Духа. Вы знаете, такой вопрос очень глубокий. Рассказываете о своей жизни, о том, что вы никогда не думали, что вы живете до 40 лет, вот вам исполняется 40 лет и не создадите к этому времени семью. Но так произошло. И вы пишете, что, собственно, работа вас сильно не держит. В миру тоже вы не пристрастились к каким-то удовольствиям, радости этой жизни. И спрашиваете, не является ли, как вам дальше жить? Надо ли принимать какое-то кардинальное решение? Является ли вот это ваше состояние, что у вас нет семьи, мужа, детей, внуков, призывом к монашеству? Или не является? Не получится ли вы, что не став монахиней, вы проживете жизнь свою впустую? Вы ходите в храм, исповедаетесь, причащаетесь. Но чувствуете, что, возможно, не до конца Богу себя отдаете. Пока еще это призывом к монашеству не является. Я думаю, что призывом к монашеству является сильное желание стать монахом. Или монахиней. Но не потому, чтобы превозноситься над людьми, а чтобы каяться в грехах своих. Дело монаха – это покаяние, плачь о грехах своих. Это, собственно, главное и единственное, почти единственное дело монаха – плач о грехах своих. Плакать о грехах своих. Не думать ни о чем мирском, не заниматься ни о чем мирским. И отдать, посвятить свою жизнь. Боготрешься от всего мирского, умереть. Вот то, что было. Наболело в душе. Намочило твою душу, чтобы оно умерло и родился новый человек во Христе. Ангел. Земной и небесный человек. Вот это, наверное, является любовь к монашеству. Стремление к монашеству. Призыв к монашеству. Но, тем не менее, этот призыв можно в себе пробуждать, найти в себе вот это вот желание, стремление к монашеству. Я хочу вам посоветовать периодически, когда у вас есть свободное время, несколько дней, или неделя в отпуске, или вот какие-то отгулы наберутся. Езжайте в женский монастырь, может быть, даже в ближайший или в разные женские монастыри, на послушание или на трудничество. Есть такая форма взаимодействия мирян с монастырем, когда миряне приезжают в монастырь и просят игумена, если это мужчина, мужской монастырь, чтобы взял трудником или послушником, или игуменем, если это женский монастырь, на послушание трудничество. И вот какое-то время находятся в монастыре, молятся, распознают духовную жизнь, вот, и прислушиваются к себе, если вот желание принять монашеский постриг. И даже если нет этого желания, все равно это очень благодатно и хорошо, и радостно побыть в монастыре, помолиться вместе с монахами, потрудиться. Поэтому вот это делание я хочу вам посоветовать делать. Еще хочу посоветовать почитать книги о монашестве, чтобы понять, есть ли у вас душа отзывается ли, есть ли призыв Бога на это делание. Какие книги я порекомендую? Ну, в первую очередь, это Отечник Игнатия Бринчаминова и все потеряки, которые только найдете. Лавсаик, Лук Духовный, потеряки Египетские, потеряки Синайские, потеряки Иерусалимские, потеряки Печерские, Псково-Печерские, Московских святых. Вот, там рассказывается не просто жития святых, где только об успехах, победах и преодолении искушений, а в потеряках рассказывается о трудностях и падениях, и искушениях, падениях монаши, чтобы понимали более реальную духовную жизнь, что монаши, то это труд и подвиг. И вот потихонечку проверяйте себя через трудничество, послушание о монастырях, чтение литературы духовной, возникнет ли у вас желание, стремление, такое непреодолимое к монашеству. Ну, а если вдруг не возникнет, то, пожалуйста, молитесь в миру больше, если у вас свободное время, больше читайте Евангелие, каждый день читайте Евангелие от главы и более, читайте непрестанно Иисусову молитву, чаще исполняйтесь и причащайтесь, вымаливайте своих ближних, помогайте нуждающимся. Много очень добрых дел, которые можем делать Христу, служа в миру. Если есть желание эти дела делать, то Господь нам этих дел накидает, даст нам эти дела совершить. Было бы только желание, если внутренняя готовность есть что-то делать доброе, то, конечно же, Господь нам будет эти дела давать. Если нет готовности делать добрые дела, то Господь не подает нам этих дел, зная, что мы вот только нагрешим, отказываясь от них. Поэтому в миру тоже можно спасаться и вы смотрите по себе, какое ваше желание, как вы хотите наполнить душу подвигом, таким тяжелыми скорбями и великой сугубой благодатью, которая смонашествует. Или в миру, каким-то средним путем спасаться. Сейчас многие спасаются в миру. Такое время сейчас. Семьи очень мало у кого получается создать, поединиться. Остальные разводятся или всю жизнь ищут какие-то семьи, их то утешение семей на жизни, не находят их, разводятся снова, снова сходятся и так далее. Такое бесконечное броновское хаотическое движение. А вы идите ко Христу тем или иным способом, или живя в миру, или принимая после монастыря. Монастырь это должно быть только в монастыре. Помоги вам Господи.